Добрый день уважаемые трейдеры инвесторы, сегодня 12 августа понедельник, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Так у нас новая торговая неделя и давайте посмотрим список новостей. Сегодня в Японии день гор, поздравляю японцев которые пытаются перевести мои видео на японский язык. В 15.30 у нас PPI, индекс цен производителей Соединенных, как говорят еще в Штатах Америки. В среду у нас ставка по новозеландцу, поздравляю для тех кто держит этот инструмент инфляция в Британии. И важная, самая важная новость, на этой неделе в среду у нас инфляция в США в 15.30 и это будет весело. В четверг, кроме ВВП по фунту, первичные заявки на получение пособий по безработице в США. Ну четверг будет хорошей новостью, в принципе здесь индекс производственной активности в Филадельфии. Все это выходит в одну и ту же секунду, не знаю почему так происходит. В любом случае, основной интригой этой недели будет инфляция в США. Давайте посмотрим, что можно поторговать на графиках. Поехали. Так, начнем с котировочек золота, из недельных свечных конструкций. И что мы видим? Давайте обновим шаблончик. И мы видим, что прошлая торговая неделя закрывается по золоту пинбаром ланговым. Это очень хороший сигнал на продолжение ланговой тенденции по этому инструменту. Причем прошлая неделя у нас была интересная в плане того, что были пробиты лоя паза прошлой недели. А это, как вы понимаете, захват ликвидности. Понятно, что здесь тоже есть свои цели, но этот захват очень важен для тех, кто пытается покупать. То есть, прошлая торговая неделя ланговая, позапрошлая. А прошлая тоже ланговая, но с захватом ликвидности позапрошлой. То есть, по идее, мы должны продолжать расти и очередные обострения на Ближнем Востоке об этом, этому будет способствовать. Поэтому вся шартовая ликвидность находится сверху, пинбар ланговый, поэтому будьте осторожны с открытием шартовых позиций. На что можно опереться в своих ланговых суждениях? Да, ланговые сломы, давайте их прорисуем и обозначим. Значит, ланговый слом у нас находится здесь. Понятно, что мы находимся гораздо выше, но если нам дадут хорошие цены на откате, можно поработать вот таким образом со стопом за ланговый слом, который находится у нас, корень его находится внизу. Соответственно, отсюда, в принципе, можно взять, сколько у нас, там, ну, пусть даже 2500, а здесь у нас 7800, ну, 3 к 1 примерно, 3 к 1, это неплохо. Пара евро-доллар, переключаемся на недельный таймфрейм и видим, что у нас прошлая неделя закрылась пинбаром на хаях. Вот такая конструкция неопределенности, потому что прошлая неделя у нас была ланговая, ну, я имею в виду ланговый сигнал на повышение бычий бар. Пинбар, прошлая неделя у нас подымалась, спустилась, и, соответственно, это неопределенность, то есть один сигнал противоречит другому, поэтому, на мой взгляд, сейчас мы в пару евро-доллар лучше не лезть, потому что, как показывает практика, эта конструкция типовая, и после нее рынок может пойти куда угодно с одинаковой вероятностью, поэтому здесь мы пока пропускаем. Многие скажут, что вот этот пинбар хорошая цель лангов, но это не так, потому что его не существует, как минимум, в ИнстаФорекс, поэтому мы здесь пока не участвуем. Давайте посмотрим, что творится на четверочках, у нас был бычий бар, кстати, мы работали на понижение на прошлой неделе, забрали вот эту ликвидность. Ликвидность, в принципе, логично было бы, чтобы маркетмейкер выбили с этого экстраума, то также стопы, я думаю, это будет, это будет, ну вот, но те, кто будет охотиться за этими хаями, то с точкой опоры для открытия ланговых позиций может быть вот эта зона, вот под которой сейчас также набивается ланговая ликвидность, то есть все, кто покупает прячут рынки под пятницу, и было бы неплохо увидеть шок лангистов, и дальше хороший тузимунчик на пробой вершины четверга, вот так. Соответственно, здесь, если дадут при рисках в 240, тейк у вас 420, ну, полтора к одному, было бы неплохо такое видеть. Когда я рисую такие конструкции, это не значит, что нужно шортить здесь, да, это значит, что нужно присматриваться к лангам в этой точке, и больше нигде, потому что здесь соотношение стопок профита наиболее оптимальное. Пара фунт-доллар, недельный таймфрейм. Прошлая неделя у нас закрылась неплохим очередным баром в еще бычьей тенденции, я считаю, что эта тенденция еще не сломлена, то есть эти пин-бары, это все говорит о том, что откупают инструмент, это не говорит о том, что там фунт сильный, это говорит о том, что бак слабый. Напоминаю, что пара фунт-доллар это дробь от частного отделения котировок британца на котировки, на динамику котировок американского доллара, и если доллар слабеет, то котировки этого инструмента растут. Что интересно, дело в том, что фунт находится, на мой сугубо некомпетентный взгляд, в зоне покупок, которые проходили у нас в морозном июне месяце, и логично было бы, что от этой зоны мы продолжили рост. И я знаю некоторых трейдеров, которые от этой зоны покупали, потому что это логичный слом, который очень хорошо виден на четвертом таймфрейме, и кто в него зашел, те уже в плюсе, поэтому будьте внимательны. Если вы хотите прикупиться от нового слома, который происходит прямо сейчас, вы можете его прорисовать при помощи вот такого нехитрого метода. То есть у нас уже был тест этой зоны, он был у нас в пятницу, вот вы, конечно же, его профукали, но я вам нарисую еще одно место, откуда можно купить фунта, если вам дадут это сделать. Соответственно, вот план на покупку этого инструмента, если вам дадут такой шоколадный ценник. Напоминаю, кстати, что этот рост был на сильном баксе, что очень странно, говорит о том, что кто-то затаривается по этому инструменту. В этой точке соотношение стопа 500 с первым тейком, ну как минимум на пробу это волны 700, полтора к одному, но если эта конструкция разрулится на повышение, то цели могут быть очень хорошими. Ну, как минимум первая цель это вот этот экстремум и вот этот площадки прошлой недели. Вполне можно ожидать такого развития событий. То есть на эту зону удаляю. Вот хороший вариант сюда зайти с хорошим соотношением. Австралийский доллар, напоминаю, что прошлая неделя была шоковая для покупателей этого инструмента. Все, кто затарился, там сначала апреля, мая, июня, они их всех повыкидывало. Вот очень, очень жесткий был понедельник. Вот, но это все только начало большого роста этого инструмента на уровень 0.69. Именно поэтому я сейчас присматриваюсь к лонгам именно по фунту, потому что по большому счету все мажоры, у которых доллар находится в качестве котируемой валюты, они связаны, естественно, этим долларом. Вот, если он одинаково котируется, да, к основным инструментам в качестве базовой валюты, то и тренды у них похожи. Соответственно, что австралийца, что фунта, я предполагаю на укрепление именно через слабость американского доллара. Если вы понимаете, что я говорю, поставьте лайк под этим видео. Соответственно, что у нас? Австралийц жестко откуплен, бар лонговый однозначно, цель 0.69, я думаю, вы уже помните это все. Все, кто не купил, вариантов сейчас купить я не вижу, то есть, если будут какие-то глубокие откаты, сомневаюсь, что они будут, и опираться сейчас не на что. Те, кто купил на сломе, где я говорил, те уже в плюсе, остальные курят трейдерский бамбук. Переходим к доллар-канадцу. Напоминаю, по этому инструменту у нас планы гораздо ниже, чем котировок, где он сейчас находится. Еще как минимум 1300 пунктов инструмент может пройти. Заход был у нас от шортового слома. Возможно, будут еще новые откаты. Вот, ну, как минимум на шортовый слом, то при стопе 1500 можно забрать примерно 2000. Немного, но это, друзья мои, аж 4. Фактически недельный масштаб. Основная цель фиксации шортовых позиций на 1.35870. Площадка, которую настучали маркетмейкеры между маем и июлем месяцем. Доллар и иена. Доллар и иена у нас, конечно, обрушилась мрачно. Напоминаю, что Банк Японии дал своего японского дрозда. Инструмент улетел очень-очень мрачно. За несколько недель он прошел 20 тысяч пунктов. Такое бывает не каждый день. Но напоминаю, что основной цели по падению этот инструмент еще не отработал. Это значит, что есть потенциалное снижение. Это значит, что есть возможность заработать денег. Да, прошлой неделе я была пин-баром. Многие скажут, да, это теперь к росту. Замечательно. Но я бы сказал не к росту, а к коррекции. А к коррекции от падения. Соответственно, я ожидаю следующий вариант развития событий по этому инструменту. Это коррекция и дальнейшее падение на уровень 140. Не зря здесь остановили. Не зря именно эти котировки без пробоя. Это ловушка, которая рано или поздно закроется. Откуда можно пытаться продавать. Ну, на недельном таймфрейме навряд ли кто-то из трейдеров, которые меня смотрят, будет это делать. Примерно от этой зоны. Примерно. Но если вы не очень амбициозный, то примерно от этой зоны. Соотношение стоп-крофитов здесь, конечно, будет не очень very well. Но 10 тысяч на примерно 12. Можно поступить следующим образом. Когда инструмент пропишется в этих котировках, можно уменьшить таймфрейм, к примеру, на H4. И посмотреть, как он будет ломаться в этой зоне с более коротким стопом. Ну, хотя бы за ближайшие какие-то сломы. Соответственно, если он оттестирует эту зону, то при стопе, ну, пусть даже в 3000, тейк у вас будет 12. Вы сделаете 4 к 1 и поставите лайк под этим видео. Что касается нефти. Нефть у нас корректируется мощно. Да, у нас недельное поглощение по нефти на лоях. Кто-то скажет, супертренд. Да, но если вы откроете недельный таймфрейм, то по большому счету с 2021 года цена по нефти не изменилась. Поздравляю для тех, кто смотрит различные кошмарные новости и кликает яркие заголовки. Цена с 2021 года за 4 года, друзья мои, не изменилась по нефти. Если бы вы работали сеточками, вы бы здесь уже реально обогатились. Но такое, друзья мои, бывает нечасто. Почему? Потому что после флэта бывает что? Правиль, тренды и все, кто попадается на эту удочку, потом теряют деньги. Поэтому наша задача работать по нефти через сломы. У нас был план на рост этого инструмента, но не дали нам хороших цен для того, чтобы зайти. Но это не говорит о том, что это не будет в будущем. Поэтому если дадут хорошие цены к нам подкупиться, то здесь, в принципе, можно взять за опору для покупок вот этот лонговый слом и прокатиться дальше по хорошим ценам, туда под 80-ку закрыть лонговые позиции. Значит, здесь при стопе порядка 3 долларов, там 2,8, можно выгрести 4,6. То, друзья мои, неплохо. Что касается биткоина. Биткоин начал корректироваться. Ну, это логично. Ну, вот и, соответственно, у нас появляется новый шортовый слом. Давайте, кстати, начнем с неделек. С неделек у нас очень качественный пин-бар лонговый. Однозначно это продолжение обычной тенденции. Напоминаю, что сверху годовая ликвидность. У нас недельный таймфрейм. Я сейчас показываю движение биткоина за весь год. Вот такие чудеса дает метатрейдер. У нас хороший пин-бар в общей лонговой тенденции. И логично было бы, что после него инструмент переписал свои исторические хая, обновив котировку 75 тысяч долларов за одну монету. Как нам здесь на этом заработать? Искать откатные лонговые сломы. Здесь, в данном случае, сейчас переключаюсь на H4. Те, кто не купил биток там, где я говорил, теперь будут покупать его гораздо дороже, с большими рисками. Буквально сегодня инструмент уже тестировал этот слом. И те, кто купил его со стопом за, ну, как бы, вот так, могут рассчитывать на вот так. Это, конечно, не 2 к 1, примерно 1,5. Ну, вы можете здесь пытаться покупать с меньшими рисками. Допустим, с более короткими стопами. Либо искать новые лонговые сломы, что выгоднее. В любом случае, этот импульс, он важный. И опираться на него, и искать откатные уровни можно. Самый доисторический способ это сделать, это натянуть расширение Fibonacci и покупать примерно в полцены, да, от 50%. Ну, можно сделать поумнее, просто пытаться брать здесь с более короткими рисками, вытащить соотношение на обновление исторических хастромов по этому инструменту. А то и далее. Поэтому я за лонги по битку. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Лучше в цифрах, а не просто так лонги, либо шорты. Потому что меня интересует именно сигнальная аналитика, а не просто пальцем в небо. Что касается индекса доллара. Подваливать здесь пока новых идей нет. У нас четкая шортовая тенденция. Откаты были, но не в сломы. То есть сломы находятся выше для шортов. Лонговых сломов нет. Поэтому либо шорты от шортовых сломов, либо в забор. Потому что покупать не с кем и не на что опираться. Так, что касается фондовых индексов. Они к концу недели подбодрились. Хорошие откаты прошли и по футсику. Но здесь нам брать этот инструмент в шорт нет смысла. Потому что нет хороших шортовых сломов. S&P 500 тоже восстанавливается до шортового. Еще не было теста. Покупать тоже особо не с кем. Но, кстати, один из лонговых сломов был отработан. Я знаю ребят, которые брали от него. И уже в плюсе почти 2 к 1. Обратите внимание на инструменты с повышенным отожиданием в лонговую сторону. Напоминаю, что фондовые индексы растут гораздо более возраста некоторых трейдеров, которые смотрят это видео. Что касается NASDAQ. NASDAQ также ушел от лонгового слома. Уперся в шортовый. И здесь тоже один к одному. Как видите, лонговые сломы по фондовым индексам работают неплохо. Что касается DAX. Обратите внимание, что DAX восстанавливается к шортовому слому. И все, кто видит падение фондового рынка. Могут здесь поставить от шортового. С таким риском, с таким профитом. Либо дальше в бездну. Обратите внимание. Так что касается газа. Газ начал реагировать на лонговый слом, который произошел у нас весной. В марте-апреле. Те, кто подкупился, молодцы. Но напоминаю, в начале месяца экспирация. И позиции ваши могут быть закрыты. Надеюсь, что вы в этот момент будете в плюсе. Что касается доллар-франк. И дальше по красам меня интересует сеточный метод торговли. Доллар-франк меня интересует на границах диапазона. Показан синими непременно магическими прямоугольниками. У меня на графике. Инструмент пока в эти зоны не дошел. Поэтому мы его игнорируем. Канадец-франк дал нам заработать на прошлой неделе. Сейчас тестирует уже выше своего пробитого уровня. Мы его здесь не трогаем. Напоминаю, что по инструменту есть очень неплохой потенциал на пробой вот этих зон, которые были оставлены в августе, в июне, в сентябре прошлого года. Вот эти площадки могут быть обновлены. Поэтому будьте внимательны. Потенциал хода по этому инструменту очень большой. И еще 5500 пунктов для этого короткоходного инструмента. Это немало. Канадец-иена после обвала восстанавливается. Здесь новых торговых идей нет. Все, кто набирал шорты, здесь заработали денег. У кого, конечно, хватило депозита. Но напоминаю, что в этих зонах здесь проход был всего 7000 пунктов. Если вы набирали каждую тысячу пунктов, у вас было 7 колен. Напоминаю, что по этому инструменту до 12 колен можно было держать. Те, кто не нарушал money management, заработали здесь очень хорошие деньги. Надеюсь, это были вы. Франк-иена, кстати, не добила площадку. Я думаю, это будет. С отката можно присматривать ланги. Либо после пробоя набирать сетку покупок с шагом не менее 1000. И возврат к зеркальному уровню. Надеюсь, вы понимаете половину слов, о которых я говорю. Австралиец-канадец. Австралиец-канадец восстанавливается. И после обновления вершин прошлого месяца можно набирать его в шарты. Шаг не менее 500. Новозеландец-франк на прошлой неделе дал нам заработать. Полностью вернулся. Набирать его в шарты будем теперь выше вот этой зоны, до которой осталось не так уж и много. Австралиец-новозеландец начинает летить. Но напоминаю, что зон наших интересов представлены здесь и больше нигде. При переходе текущего прошлого месяца будем набирать сетку шартов. Шаг 500. Инструмент короткоходный. Еврокат после ложного пробоя 23 года возвращается. Те, кто здесь набирал шарты, могут закрыться. Либо частично закрыться. Планы нападения здесь есть. Но мы будем набирать его в ланге гораздо ниже. Либо на пробой вершины текущего. Либо прошлого месяца. Давайте поставим. Все красиво сделаем. Здесь еще секундочку. Так, так, так. Сбилось у меня настройки. Так, вид. Ставка фигуры. Ну вот диапазон, от границ которого нужно работать по этому инструменту, пока он их не достиг. Так, евро-франк тоже пока не трогаем. Пробои были. Все это еще пока шартовая тенденция. Если будет падать, будем набирать его ниже. По той же самой схеме. Шаг 1000. Везде, где есть евро, фунт и так далее. Мощная валюта. Шаг 1000, а не 500. Евро-Ауди. Ждем на границе диапазона для набора лангов. В принципе, на этом все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале. По пятничному видео. Три комментария. Спасибо. Так, шеф-ролики не грузятся. Можно в телегу или контакт скинуть и выкладывать. Пора включить план B. Уважаемый подписчик. Ну, во-первых, если у вас проблемы с YouTube-ом, то воспользуйтесь VPN-ом, наконец. Уже пора научиться это делать и смотреть все, что угодно, без каких-либо ограничений. В наше время узнать, что это такое и как это правильно настроить, совсем несложно. Но, с другой стороны, есть еще Яндекс.Дзен. Ну, для тех, кто пользуется, те знают. Вот, в принципе, ИнстаФорекс скинула ссылку. Переходите, смотрите. ВК-видео, я думаю, тоже сделают. Вот, но я не смотрю ни Дзен, ни ВК-видео, ни YouTube. Я смотрю только YouTube через VPN, чего и вам желаю. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта для связи, которую я с этой недели начинаю читать. Есть телеграм-канал по трейдингу, который я наполняю интересными темами. Телеграм-чат по трейдингу, где ребята общаются, предлагают свои торговые идеи, обсуждают индикаторы и прочую кибернечисть. Там мы проводим, кстати, конкурсы от ИнстаФорекс. Разыграем каждую неделю по 50 невероятных американских долларов, которые падают на счет тем, кто в них победит. И на этих деньгах вы можете торговать и выводить прибыль. Естественно, все это в экосистеме ИнстаФорекс. Напоминаю, что с ИнстаФорекс у меня заключена уникальная партнерская программа. Пройдя по этой ссылке, открыв счет, пополнив его от 500 долларов, вам будут доступны уникальные торговые условия. Это счета без начисления свопов вообще по валютам. И от 1000 долларов при пополнении у вас будут доступны торговые инструменты с нулевыми спредами, либо около нулевыми, что, собственно, выгодно для внутридневных трейдеров. Всем моим рефералам доступен закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарий. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok